Компьютерные объекты В компьютере содержится очень много разной информации. Вся информация в памяти компьютера хранится в виде файлов, которые, в свою очередь, группируются в папки. Папки иногда называют директориями, а иногда каталогами. Файлы и папки — это важные компьютерные объекты. Файл — это информация, хранящаяся в долговременной памяти как единое целое и обозначенное именем. Имя файла, как правило, состоит из двух частей, разделенных точкой. Собственно, имени файла и расширение. Имя файлу дает пользователь, создающий файл. Расширение обычно автоматически задается программой, в которой работает пользователь, и указывает на тип файла. Расширения не обязательны, но они широко используются. Расширение позволяет пользователю, не открывая файл, определить, какого типа данные, программа, текст, рисунок в нем содержатся. Опытные пользователи знают основные типы расширений. Файл характеризуется такими свойствами, как тип, размер, дата создания, дата последней модификации. В некоторых операционных системах имя файла может включать до 255 символов, причем в нем можно использовать буквы национальных алфавитов и пробелы. Расширение имени файла записывается после точки и обычно содержит три символа. Существует большое количество типов файлов. Вот некоторые из них. Текстовые документы имеют расширение TXT, DOC, RTF, ODT. Графические. Файлы, содержащие изображение. Их расширение BMP, JPEG, GIF. Звуковые. Файлы, содержащие голоса и музыку. Их расширение WAV, MID, MP3. В операционной системе Windows в имени файла запрещено использование следующих символов. В операционной системе Linux в имени файла допустимы все символы, кроме... Операционная система Linux, в отличие от Windows, различает строчные и прописные буквы в имени файла. Например, в Linux это три разных файла. На каждом компьютерном носителе информации может храниться огромное количество файлов. Десятки и даже сотни тысяч. Все файлы хранятся в определенной системе, в папках-каталогах, которые, в свою очередь, могут содержаться в других папках, быть вложенными в них и так далее. Каждый каталог также получает собственное имя. Во время работы на компьютере с файлами и папками чаще всего проводятся такие действия, операции, как модификация, копирование, удаление и перемещение. Можно провести аналогию с книгами в библиотеке. Крупнейшими хранителями информации с древности были библиотеки, книгохранилища. К сожалению, многие библиотеки погибли или были спрятаны от врагов столь надежно, что эти книги до сих пор не найдены. Например, в России ищут библиотеку Ивана Грозного. Сейчас компьютер позволяет нам практически мгновенно выполнить операции, на которые раньше уходили месяцы. Книги ведь переписывали вручную, пока Иоганн Гутенберг в Германии, а вслед за ним Франциск Скорина и Иван Федоров не научились их печатать. Но и сейчас в архивах, а это слово в информатике получило иное значение, хранятся очень ценные рукописные документы. Давайте заглянем в современную большую библиотеку. Посмотрим, какие действия можно совершать с книгами и сравним с работой на компьютере. В библиотеке живет еще одно компьютерное слово — каталог. Все книги хранятся на полках, и каждая книга имеет свое название. Заглянем в систему хранения файлов на компьютере. На диске находятся папки, которые содержат другие вложенные папки. Вложенные папки содержат файлы. Каждый файл имеет уникальное имя. С файлами, как и с книгами, выполняются аналогичные действия. Действия с книгами Найти книгу с помощью каталога. Действия с файлами Найти файл с помощью поиска. Действия с книгами Открыть книгу Действия с файлами Открыть файл Действия с книгами Изменить название книги. Например, вместо инициалов автора написать его имя. Действие с файлами. Переименовать файл. Действие с книгами. Реставрация книги. Заклеить надорванные страницы. Поставить на место. Действие с файлами. Модификация файла. Открыть файл, внести в него изменения и сохранить под тем же именем. Действие с книгами. Сделать копию книги при помощи ксерокса, переплести и отправить в другой зал. Теперь в библиотеке две одинаковые книги. Действие с файлами. Скопировать файл и сохранить его в другой папке. Действие с книгами. Убрать из библиотеки подлежащую списанию книгу. Действие с файлами. Удалить файл. Действие с книгами. Взять книгу из шкафа и поставить ее в другой шкаф или на другую книжную полку. Действие с файлами. Переместить файл. Компьютер ускоряет обработку информации. Мы можем сказать, что он — средство хранения и обработки информации. Запомните правила, которые следует соблюдать при работе с файлами. Не удалять файл, точно не выяснив, обязательно ли это следует делать. Не давать файлу имя, которое не поясняет его содержание. Не сохранять файл в той же папке, где его потом будет трудно найти. Не удалять или перемещать файлы, находящиеся в папках прикладных программ. Это может привести к тому, что программы перестанут работать. Продолжение следует...